верно на первое место нужно поставить аффирмации свое время было выпущено целый ряд книг они были популярны их издавали поголовно практически в каждой стране и они пользовались большим спросом это были аффирмации луизы хэй мы наверное это помним потом еще разноцветные руки или лечение руками барбары бреннон которая издала такой атлас и который публиковался как атлас где было показано как человек должен по идее ясновидящий видеть ауру другого человека проникать в чакры в ауру и там обучали этому и так далее было целый ряд направлений которые назывались рейка где люди получали посвящение рейка и использовали определенные символы и так далее то есть этих методов было много одни из них начали очень процветать другие не очень нашли себя были методы я не помню надавливание на точки методы рольфинга 38 точек на голове и так далее ну и несколько слов о том что же я думаю о некоторых из этих методов я считаю что методы когда человек говорит себе я здоров я умен я красив я здоров там или человек говорит я богат я богат я богат не приведут человека к тому чтобы он стал богат или к тому чтобы он стал здоров почему я так считаю дело в том что утверждение которое внушает себе человек делает его заставляет его поверить и он вдруг в какой-то момент начинает думать что так и есть я такие случаи наблюдал у людей когда человек приходит ко мне и говорит я миллионер я уже миллионер я уже очень богат и при этом не имел возможности там рассчитаться в ресторане за кофе или не имел возможности там и я вот у таких людей наблюдал яркие когнитивные расстройства психики то есть эти люди были оторваны от действительности и реальности и я могу сказать что это скорее всего была такая ошибка когда человек сам себя обманывает он приходит к состоянию депрессии поэтому я считаю что моменты когда человек произносит слова у меня не болит почка или у меня перестала болеть там спина или позвоночник или у меня прямо сейчас я выздоровела у меня больше не болит позвоночник или прямо сейчас я выздоровела у меня больше не болит нога это к сожалению методы которые вам не помогут хотите вы этого или нет дело в том что это называется по-другому самообманом и никаким образом человек помочь себе не сможет но в этом есть одна небольшая тайна и я думаю что в случае если бы человек говорил не сейчас а говорил скоро у меня это произойдет допустим он бы говорил себе скоро у меня перестанет болеть нога тогда бы процесс мог бы быть иным а в случае если он говорит у меня не болит нога я полностью выздоровел работать не будет вот попробуйте то что вы наработали при помощи аффирмации луизы хэй и видоизменить и использовать мое слово скоро или волшебное слово скоро таким образом будет это работать как мотивация или как задача которую вы ставите кому-либо высшим силам или своему подсознанию или еще чему-либо которые могут которая может повлиять на вашу жизнь в случае если человек утверждающий говорит то это просто обычный самообман какие бывают по моему мнению